Вот, ну, в Латвии я понял, что вы часто бываете, а вот поскольку мы уже Ростов поминали, когда вы были последний раз на своей исторической родине? Я был последний раз месяц назад, причем, нет, в этом месяце, в начале этого месяца. То есть в начале сентября? В начале сентября, да, в начале сентября. Я был там в начале сентября, и у меня родители, я их все время вещаю, поэтому, как бы, связь с Родиной не теряю. А, то есть родители у вас в Ростове живут, по-прежнему? Да, они такие вот, как бы, патриоты. Да, они не хотят в Москву? Ну, много было предложений, но они, вот, как-то им важно, что они там остаются. Чем они занимаются, помимо тем, что гордятся сыном? Они на пенсии, и, как бы... Ну, что ж, на пенсии люди ничем не занимаются? Они занимаются, к счастью, друг другом и занимаются тем, что следят за мной. А папа еще, на самом деле, он такой достаточно знаменитый врач. Он, уже там, будучи человеком в таком серьезном возрасте, по-прежнему иногда оказывает такие важные услуги, консультационные по операциям, и делает даже какие-то операции большие, серьезные. Поэтому он такой еще, как бы, старается держаться в строю. Большой молодец. Странно, что у вас при том, что ваш родитель достаточно преуспел вот в этой отрасли, не было никаких позывов пойти в медицинский. Никаких. Вы же заканчивали совершенно другой вуз. До сих пор, я вам по секрету скажу, мои родители не очень понимают, так сказать, зачем и как я этим занимаюсь. Они видят, что это отнимает кучу времени, сил, нервов и прочее. Они вообще не очень понимают, а, собственно, вот зачем это все. Вот. Поэтому они гордятся, конечно, но, так сказать, моя семья абсолютно далека от искусства, от театра, от кино, от всего этого. Для них это... Ну, с театром, допустим, я понимаю, но фильмы-то ваши они наверняка видели. Ну, они видели, да, они и спектакли видели, и в записи, и как-то там чуть-чуть. Ну, и как они уже люди, наверное, так консервативные достаточно? Понимаете, они любят все, что я делаю, как любые родители любят все, что делает их. А, то есть, критичности там нет? Ребенок нет, другое дело, что они все время, как бы, там, какие-то мои резкие высказывания и прочее говорят, ну, зачем ты так? Ну, спокойно, тише, как бы. Такие они из Советского Союза, поэтому, как бы, лучше все, тише, тише, тише. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.